Всем привет, дорогие друзья! С вами Офинарс. Добро пожаловать на канал. Рад вас всех видеть. И сегодня вы станете свидетелем одной из самых эпичнейших игр, которые у меня были за последнее время на Европе. Эта игра и вправду очень интересная и прикольная. Здесь мы с вами будем играть на топ-лейне за Ясу. Стоять мы будем против, получается, сета. У нас в лесу Киндред против Гекарима, Лебланка, Мальзахар, Мидлейн, Джин и Люциан на Атакере друг против друга играют. И Пантеон у нас пошел на саппорт, он отдал мне топ-лейн, и против него будет стоять Серафина. Игра и вправду очень крутая, поэтому можете себе сразу ставить паузу, доставать кофеек-чаек. Она крайне прикольная. И следить здесь мы будем не столько за мной, сколько за игрой в целом. Почему? Потому что, скажем так, вот именно конкретно из моего исполнения, это далеко не самая лучшая игра. Я здесь много не доигрывал, будут ошибки, но суммарно по себе игруха просто бомба. Поэтому давайте смотреть. Итак, Гекарим у нас решает стартануть с редбафом в то время, когда наш лесник, он же Киндред, стартует с блубафом. Это говорит нам о чем? О том, что одновременно сейчас два лесника будут, ну, одновременно, по сути, чистить свой лес, да. И потихонечку, на топе, кстати, я пытаюсь фризить, контролить линию потихонечку. И они встретятся одновременно на топ-лейне, по-хорошему, плюс-минус. Ну, конечно, все будет зависеть от того, кто как чистит и как это будет сказываться. Давайте пока что посмотрим, что у нас там происходит на топ-лейне. На топ-лейне я сейчас, тем временем, зная, что моя Киндред стартует с нижнего леса, я понимаю то, что, окей, Киндред сейчас будет потихонечку пушить, и она придет на топ-лейн к моменту как раз-таки, ну, там, третьего левела, да, плюс-минус. И моя задача сейчас подфризить, то есть линию заставить сделать так, чтобы она пушилась ко мне, и сет был открыт для ганга, чтобы сета можно было легко загангать. Мы видим тем временем, что Гикарим немножко отстает по зачистке, он только сейчас приходит на волков, когда Киндра уже отправляется брать редбаф. То есть редбаф практически упал, волки еще стоят. На боте в это время происходит ФБ, выживает Люциан на лоу ХП, к сожалению, мы это не видели, но здесь самое эпичное будет происходить на топ-лейне. Топ-лейн Йорли Гейм здесь, конечно, это сказка. Мы видим то, что Киндред быстрее зачищает, чем Гикарим, и Гикарим делает фулклир, когда Киндра не делает фулклир. И мы сейчас пытаемся выйти сыграть по сету, по сету получается подброс, сет на лоу ХП вынужден флешать, чтобы не отлететь здесь. И, похоже, забирает она сета, должна здесь Киндред забрать, забирает или не забирает, пингует Мальзахар, Мальзахар должен подойти, должен сместиться. Сет на лоу ХП, он теряет кучу времени, теряет кучу ресурсов. И как раз-таки здесь вот только появляется Гикарим, все еще сет живет, забирают сета, Гикарим сейчас остается тоже в плохой ситуации, он хотел подраться за Краба, но так как Туплейн Беттер Тупин, как говорится, да, и Киндред забирает Жука, Краба на реке, и Гикарим вынужден идти вниз, чтобы попытаться хотя бы за Нижнего подраться. Но мы помним, что тем временем сет решил даже не отдавать телепорт, он идет пешком. Киндред очень хитрая, она остается на Туплейне ждать Ганга, решил забрать Големов. Я в это время тоже очень хитрый, вместо того, чтобы пушить, я фрижу линию. Несмотря на то, что я не бэкклс, у меня нет флеша, у меня нет предметов, я просто фрижу. Но фрижу так, чтобы не было слишком много крипов, то есть нужно, понимаете, везде нужен баланс. Если будет слишком много крипов, это будет проблема, нас просто в крипах убьют. Но мы сейчас видим, что сет ставит в арт, ага, палец, а здесь у нас есть пинг. Киндра получает колл, что сет здесь, и он сейчас будет выходить на Туплейн. В итоге сет пытается выйти и вынужден опять быть зазоненным. Сейчас он потеряет кучу хп, у него нету гаста, он, кстати, без флеша играет. Он уже потерял очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Например, реально лоу. Остается лоу хпшным. Ну и видно, насколько много, конечно, киндр делает в ранней игре для Туплейна. В итоге сет что? Сет все еще без крипов, он вынужден бэкаться. И сейчас происходит реально такая, ну, будет немножко рофл ситуация. Я-то продолжаю все еще не бэкаться и фризить, а сет все еще даже крипам доступ не имеет. Он не то, что их не фармит, он даже экспу с них не лутает, он даже на линии не находится. И у сета всего третий левел, когда у меня уже пятый. То есть я сейчас пятый левел, сет третий левел. И по-хорошему, что мне нужно было здесь делать? Мне нужно было продолжать фризить. Вот сейчас я разбираю игру, но я, к сожалению, линию распушил. Я думал, что сет уже закупился. Я не подумал, что он же вообще нифига не фармил. Он идет, у него просто клочи армора всего лишь. И очевидно, для меня это не проблема. Я зачем-то начинаю слоу пушить, но я не фаст пушу, я слоу пушу. То есть я особо не тороплюсь, я хочу уйти на бэк. Но сам рофл в том, что у меня пятый левел, у него третий. И самое интересное, смотрите, у меня сейчас будет уже и шестой. То есть у меня шестой левел на третий. И вот здесь, конечно, если бы я слоу пуш, ну не пушил, а фризил, это был бы стопроцентный винт топ лейна. Я бы его просто уничтожил соло. Но из-за того, что я подпушил, это, конечно, негативно сказалось. У меня шестой левел, я хочу, естественно, его убить. Думаю, блин, а линия-то запушена. Хорошо, отправляюсь на бэк. И вот здесь жадность. Запомните, никогда не жадничайте. Солоку не любит жадность. Я остаюсь. Вроде бы начало игры у меня очень-очень хорошее. Делаю невероятно правильные контроль линии. Все четко. Листник мне помогает с этим. Мы очень сильно доминируем. Но вот эта жадность, оставание на топ лейне, я еще думал, что гикорим на боте. Я его вообще не ожидал здесь увидеть. И меня просто гангует, и я даю килл. Почему я думал, что гикорим на боте? Во-первых, идет ганг на бот лейн. Это раз. И он должен быть здесь. Во-вторых, там дракон. Очевидно, он должен быть рядом с драконом. Это два. И в-третьих, у него нижний лес должен спавниться. Он же верхний уже защищал. Мы же видели его, да? И получается, я вообще не ожидал его там увидеть никак. Но в итоге, как видно, гикорим оказался на топ лейне. Он, конечно, спасает своего лейнера от неминуемого поражения на линии в нулину. И делает довольно полезную вещь. Здесь он берет големов. Тоже моя ошибка. Надо было все-таки прочекать. Посмотреть, брал ли он големов. Потому что если была бы инфа, было бы гораздо лучше. Я выхожу на линию. Я не иду слишком вперед. Но я, видите, не постоял сейфово. То есть я сейчас все еще открыт для ганга. Я вижу, конь выходит. Нет у меня флэша. Делаю ешку. Он меня все равно отбрасывает. Ультимейт. И я умираю второй раз. В крипах. Все, без шансов. И теряется целый пак. То есть вы представляете, насколько эпична игра? Начало игры, казалось бы, у сета просто уничтожила лейнфаза. Он третий левел в шестой. И аналогичные два ганга делают для меня. То есть Гикарим делает то же самое. И теперь я уже страдаю. Только у сета два килла ему еще уходит. А мне 0-2. То есть я 0-2. И из супер победной ситуации, из-за жадности превращаю в 0-2. Это одна из причин, почему нельзя ни в коем случае жанничать целоку. Тем временем происходит трейд здесь около мидлейна. Мальзахар убивает Лебланку. Берет себе блубав. У него все довольно-таки неплохо. Но нет. Было неплохо, пока не пришел Гикарим. Гикарим приходит и Мальзахар смерть свою находит. Погибает здесь, к сожалению, Мальза. Я возвращаюсь на топ-лейн. Отдав телепорт. Но опять же, видите, какая ситуация. Сет сейчас может фризить. Он отдал тоже ТП. У меня нет выбора. У меня все еще остается преимущество в один левел. Но как я здесь что-либо могу сделать? Я пытаюсь здесь как-то дожить. Но, естественно, вы видите, персонаж high IQ геймплей тактика. Он просто закликал меня автоатаками. И я с ним физически не могу трейдиться в миле. Потому что задача побеждать сета, это именно кататься по крепам. Приезжать сквозь него. А не стоять, не торговать с ним лицом. Но моя задача была расфризить линию. Потому что если он бы ее зафризил, он бы так и стоял и фармил. Но, видите, как до сих пор линия все еще не расфризжена. Я хочу как-то, хоть как-то ее расфризить. Хоть что-то получить, чтобы можно было вздохнуть. Но пока сложновато. Он пытается играть сюда. Здесь Киндред рядом находится. Я знаю, что Киндред здесь. Делаю, ну, не совсем, наверное, правильный немножко аэроблейд. Я только учусь сейчас его жестко исполнять. И, похоже, сет здесь погибает. Да, сет погибает. Хороший ганг от Киндры. Киндра реально делает топ-лейн. Помогает исправить вот эти вот ошибки, которые у меня были. Но здесь Гекарим начинает драться с Киндрой. Я, к сожалению, ее никак не спасаю. И вообще никак физически. У меня нет ультимейта. Я не мог подойти. Не мог ничего сделать против этого Гекарима. И, опять же, вот смотрите. Жадность. Жадность. Я хочу допушить. Я знаю, что тут Гекарим. Я знаю. Я знаю. Но я хочу допушить. Я хочу, чтобы мне не зафризили линию. И опять я жадничаю. И опять снова умираю. Это история о том, почему нельзя жадничать с ЛК. Проблема лишь в том, что эта игра была ночью. И это было, не знаю, часа три ночи, наверное. До этого я сыграл кучу игр. И, знаете, я уже играл больше на такой, на уставшей полуночале. Да? И, ну, как бы, я думаю, вы поймете. Ты начинаешь, типа, поджадничивать. Такой, ну, блин, еще пайпак, еще крипов. То есть у тебя уже мозг начинает отключаться. И ты больше действуешь как-то инстинктивно. Типа, о, крипы хочу забрать. Типа, вкусненько, приятно. Но в итоге, видите, к чему это приводит? Видно, что чисто тактически и изначально, как бы, по тактике я выиграл сета полностью. То есть у нас была доминация на линии. Плюс киндра делает очень хорошие ганги. И по-хорошему я должен был эту игру в соло выигрывать. С таким импактом от лесника. Но вот к чему это все приводит. К сожалению. Зимальзахар ловит ультимейтом здесь Серафину. Серафина лоу хп. Тем самым немножко бейтит. Киндрот, но Пантеон тут как тут. Пытаются забрать. Забирают Люциана. Но на самом деле ситуация не сказать, что плохая. В целом все неплохо. Пытается здесь Гекарим забрать Морзахар. Морзахар скорее всего отъедет. Да, Морзахар погибает, к сожалению. Сет на мидлейне. У меня нет ТП, не могу подойти. И сет лутает еще один килл. 3-2 у сета. 4-0 у Гекарима. Суммарно команда 10 на 7. Все неплохо. По золоту мы равны. На 1 тысячу больше у синей команды. Но это не критично. Вот сейчас я забираю пластину. У меня опять же тоже, я бы не сказал, что все плохо. 90 крипов на 67. Я очень сильно перефармливаю сета. И по лавлу у меня тоже преимущество. То есть, несмотря на такую плохую разыгровку, фармлю я гораздо лучше сета. И пока что все еще остаюсь впереди. Ну, если бы, естественно, да, не тральбасить, не жадничать, это был бы, ну, наверное, 1 вис 9 геймплей. Люцан здесь сделает ультимейт по джину. Джин, вот видите, тоже пожадничал, остался, погибает, к сожалению. И сюда стягивается вся синяя команда. Я тем временем стоплейно, зная, что сет уже отдавал телепорт, прихожу заранее на дракона. Потому что это второй дракон. Я заранее смещаюсь сюда пешком. Зная, что сет останется на топе, у него нет тп, мы можем здесь пофайтить. К сожалению, у нас, конечно, фиданул джин, но это все равно файт 4 в 4. И мы можем что-то здесь сейчас попытаться придумать. Давайте смотреть, что у нас получится. Команда синяя здесь находится в не очень удачной позиции. Но Паттеон пытается сделать энгейдж. Серафина дает ультимейт. Ультимейт попадает. И сейчас посмотрим. Хорошая, в принципе, вэшка от меня. Но, к сожалению, мы никого не смогли забрать в размен. И это печально. Надо было бы хоть кого-то забрать. По лицану попадает рутом джин. Начинает стрелять с ульты. Джин на лоу хп остается. У меня есть возможность через флэш сыграть. Флэш еку. Даю, но не добиваю лицана. Да, все-таки я забираю лицана с ку, но сам погибаю. И в итоге, все-таки, смотрите, мы выигрываем этот файт. Несмотря на то, что у нас не было плюс одного чемпиона. Но за счет того, что я заранее смещаюсь на дракона. Подхожу, да. Сет стоял, пушил топ лейн. Я подошел. Мы должны забирать здесь объект. Лебланка запрыгивает. Но у нее ничего не получается забрать здесь, к сожалению, дракона. Дракона забирает у нас киндрад. Счет у нас 13-10. Но у нас плюс то, что есть два дракона. И у нас есть возможность через этих драконов, через душу отыгрывать. Правильно? Правильно. Это хорошо. Но, к сожалению, я тем временем теряю топ лейн полностью. И все пластины забрал сет. Это очень много золота. Представляете, да? Пять пластин сет сейчас забрал. Но я хотя бы залутал килл. И линия у нас расфризилась. Я теперь могу уже не просто стоять там а-ля подвышки нюхать то, как сет фармит. Я уже могу спокойно выфармливать уже полноценно на линии. И все еще сохраняю преимущество по фарму. Плюс я забрал все-таки килл с люциану. Мне стало попроще. Пытаюсь свой легендарный предмет купить. Именно у нас шилдбоу. Арбалет, который дает нам щит хороший. Тем временем ставится Геральт на бутлейн. Похоже, будет падать еще одна вышка. Хорошо, что пластины уже исчезли. Они исчезают на 14-й. Падает вторая вышка. Но это все равно неприятно. Извините меня, две вышки это плохо. Но, опять же, как я говорю, никто не расстраивается. Мы понимаем, что у нас есть опция играть через дракона. И, как вы видите, дракон следующий очень-очень жесткий. Следующий дракон это огненный. И, само по себе, душа у дракона, которую команда победителя получит, именно будет огненной. Начинается игра по люциану. Люциан здесь подставляется. Патион прыгает в него с коста. Но здесь идет телепорт как раз-таки мой. Я прихожу, пытаюсь сыграть по люциану. Люциан дамажит очень-очень больно. Но не может меня передамажить. Забираю люциана. Хороший телепорт. Но здесь сет тоже давал телепорт. Он рядышком находится. Пытаюсь сыграть в Гекарима. Гекарим не переживает. Ну, так сказать, пережил, вернее, ультимейт Мальзахара. И сумел меня забрать. Тем временем также забрали Мальзахара. Но здесь уже подтягивается Киндрад сверху. И сейчас, да, все, минус 2. Киндрад получает даблкил. И это очень хорошо. Опять же, ситуация в игре пока что вполне комфортная. Игра невероятно равная. 20, даже 30 тысяч против 29. Какая хорошая у нас цифра. Всего лишь на 1000 золота больше у синей команды. Но вы понимаете, да, что при такой игре 1000 золота это вообще ничего. На 15 минуте это очень мало. А вот сейчас Люциан фидит. И золото вообще там. 300 золота разница. Крайне мало. 16-16 счет. Хороший ультимейт здесь от Киндры. Но, похоже, она единственная не выживает. Ей нужно было смещаться. Чуть-чуть успеть. Хорошо. Нет, выживает. Все-таки молодец. Пантеон заромил. Здесь подошел. Ничего, и Мальзахар рядом шел. К сожалению, у Мальзахара не было ультимейта. Он не мог никак здесь помочь. Был бы не ультимейт, был бы, наверное, поспокойнее. Но здесь реально был шанс Киндре фидануть. А Киндра, кстати, умирать ей очень нежелательно. У нее 600 золота баунти. То есть, если ее забрать, плюс 300 за базовый килл, это 900 золота с Киндра. Ну, представляете, да, насколько это много. И мы даже на этот момент немножко вырываемся вперед. Сет опять пытается зафризить. Но на текущем этапе фризить линию, это плохая идея. Он все-таки не стал. Он просто ее запушивает. Почему? Потому что я уже рассказывал в предыдущих даже видосах. Ну, и постоянно вам говорю то, что в принципе в салаку стоять фризить не всегда эффективно. И в подавляющем числе ситуаций лучше ромить, помогать своей команде. Но аж в мидгейме, тем более, да, когда стоят рядом Геральда, когда стоят вышки, когда нужно смещаться, как-то вместе какие-то моменты интересные находить. Запушил, все, забрал крипов, пошел за ромил. Зачем стоять, афка, непонятно. Пытаюсь зайти где-то с фланга, найти момент для того, чтобы ворваться, ультануть хорошо. Но команда противников играет очень сейфо. Правда, Пантеон у нас подставляется. Благо, имбалансная способность в качестве неуязвимости его немножко спасает. Можно было здесь, как говорится, и отлететь ненароком. И мы вот сейчас как раз-таки бегаем, ищем вот эти моменты. Те самые Киндрад находят тот самый момент, когда можно зафорсить файт. Правда, неудачный, не в нашу пользу. И Киндрад видит, погибает, к сожалению, отдавая шатдау наш в целых 900 золота Серафине. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема, что до дракона 20 секунд. И вот как раз, да, она должна быть здесь. И нам нужно было играть сейфово. Она решила как-то слишком глубоко зайти. Не подумала, допускает ошибки. Но все ошибаются, видно, да, как много ошибок на текущем элло. Поэтому если кто-то вам а-ля рассказывает сказки, типа, да я играю, там я чалик на самом деле. Ну, не знаю, там в душе, но я просто в бронзе сижу, потому что команда не тачит. На это сказки. Вы просто плохо играете, ошибаетесь. Подброс, попадаю по лицу, а начинаю играть. По мне экзост залетает. Я здесь на лоу хп пытаюсь что-то сделать. Но, к сожалению, зафорсили неудачный файт. Вообще попытка-то была неплохая. Но экзост и вся вражеская команда здесь рядом. Киндра находится тоже тут. Третий дракон. Благо они его пока что не берут. Но 5 в 3 файт. Шансов здесь, конечно, маловато. Хотя, киндрад прожимает ультимейт очень хорошо. Прям на границе ультимейта кайтит. Выживает здесь. Нет, кстати, не выживает киндрад. Но выживает джин. Джин делает килл. И в итоге размен 2 в 2. Сейчас пока что 3 на 3 остаются наша команда и команда противников. Единственная разница в том, что у синих все лоу хп. У нас еще свежий пантеон бежит с базы. Правда, без ультимейта. Но все же. И пока что дракон все еще не взят. Вот видите, как мы хотим подраться за этого дракона? Очевидно, сейчас все силы должны быть брошены на него. Потому что мало того, что это красный дракон, это очень большое усиление. Так это еще и дракон 3. И если мы его берем, мы, по сути, получаем преддушного дракона. Такого душевого, можно сказать. И с третьим драконом уже можно будет следующего дракона. Либо разменивать на барона, например. Либо разменивать на линию. То есть враги будут вынуждены драться за дракона. Как бы они этого не хотели. У них просто не будет никакого варианта другого. А при условии, что у нас дракон с бароном спауниться, по сути, одновременно практически. То, ну, кстати... Ну, да, не совсем так. Потому что барон же у нас еще не заспаунился прям сейчас. Мы же его прям сейчас не забрали. Но, грубо говоря, в общем, есть у нас опция что-то интересное придумать с этим драконом. И заставить драться наших оппонентов в невыгодном файте. Это тоже, к слову, о том, что очень важно, опять же, в соло-ку, да, для вас, как для игрока, если кто-то хочет научиться играть, как можно больше создавать, как я сказал, влияние по карте. И самое главное, играть через объекты. То есть вот сейчас нету объектов на карте. Вы видите, я ухожу сплитить топ-лейн. То есть я ухожу фармить, получать преимущество. У меня 180 скрипов за 20. Это очень хороший фарм, при условии, что у меня 6 смертей. Типа, это очень хороший фарм. Даже я стараюсь вовремя сплитить. При этом я подхожу на все объекты. И вы должны тоже стремиться к этому. То есть есть объект, есть дракон. Подошли, попробовали за него подраться. Попробовали его забрать. Нету объектов. Идите сплитить. Пытайтесь, там, получить денежку, что-то придумать. Вот сейчас, кстати, я забрал вышку. Подходит здесь Лебланка. Здесь файт 1 в 2. Пытаюсь как-то разыграть. Аэрблейд по... У нас здесь происходит Гикариму. Но, к сожалению, я не справляюсь. Просто банально не хватает предметов. То есть все-таки Гикарим 8-4. И Лебланка 3-3. Они очень сильные. Там еще и РВФРО залетел. Тоже неприятно. Но Геральт все-таки смог ударить по вышке. И Кендра пытается здесь добрать Лебланку. Правда, она не успевает добрать. Кстати, очень опасная позиция у Кендры. Она сейчас сможет фидануть. Потому что она находится сразу... Ну, вот видите, да, очевидно. Фид. Почему-то не стал ультимейт прожимать. Наверное, хотел флеш ультимейт дать, чтобы Гикарим не выживал. Чтобы он сам себя не выхиливал. Но, опять же, печально все это смотрится. Кендр-то снова фейлит. Отдает килл. И это прям не есть хорошо. Так, причем, ладно бы она фейлила. Она фейлит второй раз перед объектом. То есть, первый раз она отлетела перед драконом. Сейчас враги уже начинают брать барона. И, извините меня, вот эта смерть под бароном, это очень-очень-очень печально. Я иду тем временем на ботлейн. Кто-то скажет, а нафига ты сейчас идешь на бот? Типа, они же берут барона. Я знаю, что они берут барона. Но, во-первых, мы не можем никак его контестить. У нас нет телепорта, нет ни хрена. А во-вторых, у меня есть телепорт. Но, в итоге, меня здесь бейтит все-таки Мальзахар прилететь, попробовать подраться. Раз он уж начал драться, как бы, какие есть опции? Пришлось отдавать телепорт. Я лечу на ботлейн. Вернее, с ботлейна на барона. И делаю килл. Мы, правда, погибаем втроем. Но, нифига, больше не получили. Барона все равно враги забирает. Это печально, это реально печально. Очень-очень, к сожалению. Не надо было идти на этого барона. Мы не можем его забрать, к сожалению. У нас команда не в полном составе. Плюс, как я уже сказал, у нас нету смайта. Будет очень опасно с ними драться. И, опять же, нужно еще понимать, какого у нас нет чемпиона. Если бы у нас не было а-ля, там, меня, скажем, 3-8, это было бы не так критично, как отсутствие киндры 8-5. То есть, все-таки, это один из основных сейчас керри на карте у нас. И у нее по золоту самое большое преимущество. То есть, она имеет 10 тысяч золота. Кстати, топовая стена. Это я специально стенку поставил от хейтеров. Потому что, чтобы хейтеры дизлайки не ставили. Хе, кек. Чебурек. И получается 10 тысяч золота. Это очень много. Она суммарно посилена. Карте по золоту вторая. То есть, немножко впереди гикорим. По левлу у нее 12-й. Конечно, не топ-левел. Но все равно это довольно много. Бунтиоз здесь пытается играть по Серафине. Серафина подставляется. Но, опять же, вот. Форс файта. Как бы делаем неудачные моменты. До дракона минуты. Нам надо бы сейчас аккуратно подфармить. И не создавать лишних проблем. Не создавать геморроя. Нам нужно взять приоритет на мидлейне и на бутлейне. Чтобы линии были запущены. Чтобы стояли ворды. И мы спокойно могли подраться за этого дракона. Но, к сожалению, опять. Не опять, а снова. Происходит у нас файт. Я там потихонечку смещаюсь с бутлейна. Сейчас попробует, наверное, сыграть здесь по гикориму. Получится нет. Вот Пантеон сейчас форсит файт. Ужасный просто файт. Потому что Мальзахар не отдает телепорт. Пантеон умирает моментально. Киндра подставляется. Крайне, прям вообще ужасно подставляется Киндра. Не успел опять не ультануть ничего. Еще отдается Джин. Мальзахар телепорт не юзает. Я находился рядом. Но, естественно, такой файт в очередной раз слитый. Это, конечно, печально. Пытаюсь здесь убежать. Как-то доиграть по Джину. Но Джин, к сожалению, флешает. И сумел выжить. И вот, пожалуйста, да, до дракона минута. Какой минута была? Ну, была минута, да. И все в итоге фиданули. А сейчас уже дракон резнут. У нас никого нету. Хотя это душа. И зачем так рисковать? Это типичная СЛК, когда люди ошибаются, выбрасывают, руинят. И здесь вот Мальзахар тоже подставляется. К сожалению, сет его убивает. Сет невероятно какой-то нафиженный. Где он эти киллы налутал. Только вопрос 8-3-6. Это капец. Но при этом он полностью собранный вармор, если мы заметим. То есть он очень уязвим против Мальзахара на самом деле. И Мальзахара при грамотной разыгровке, если он особенно соберет себе рулай, он сможет без каких-либо проблем его уничтожать. Мне просто интересно, зачем здесь Мальзахар фокус собрал. Это очень странно, когда способности 700 рнжа, дополнительный урон это бред. Ну, катастрофический, конечно. Здесь 100% надо было брать рулай. Ибо два чемпиона, которые по большому счету строят свой геймплей от скорости передвижения. Что сет, что гикарим. И если ты соберешь рулай, ты просто кидаешь на одного из них. Либо в идеале вообще на двоих доту. И они по сути не могут нормально перемещаться. Да, у гикарима минус урон. Минус скорость передвижения. Сет аналогично. Поэтому очень-очень-очень странное решение, конечно. Покупать фокус в такой игре. Ну, крайняк можно было, не знаю, там, какую-нибудь, может, Жоню даже от ингейджа собрать. Что все-таки они могут реально в бэклейн играть. И ситуация очень печальная. 30 на 20. Мы минус 10 по киллам. По вышкам, в принципе, равны. Но у нас есть опция выиграть через дракона, да? То есть, если мы дождемся дракона через 3 минуты, это будет хорошо. Проблема лишь в том, что у нас сейчас нет никакой инициативы на карте. Мы слабее. Тимфайт потенциал у нас слабее. У нас очень такой тонкий пик и крайне уязвимый. У нас нету каких-то танков, нету полноценной инициации. Типа, мне в идеале нужен подброс. Никто в команде подбросить не может. Вообще никто. Только я сам. Опять же, из фронтлейна только пантеон. Но он танчит, пока у него есть щит. Щита нет. Все, до свидания. У врагов же крайне сильный фронтлейн. Это сет на фижины, у которого 8-3. Это гикорим 12-4, который имеет очень высокую скорость. И возможность сократить дистанцию. Да, там флэш ультимейт какой-нибудь сделать. Это, конечно, печально. Но в данном случае не флэш, а гост ультимейт. Я начинаю файтить на бутлейне. Здесь приходит гикорим. Два в один файт. Я, похоже, здесь ошибаюсь. Да, к сожалению, погибаю. Тем временем здесь смогли забрать Серафину. Идет файт от нашей команды. Но драться не стоит. Один в один разменялись. Это неплохо. Но, к сожалению, Джин делает дэш прям в тимфайт. Вот. Это, конечно, фантастическая мисплейная игра. Вне с того, чтобы держать дистанцию и настреливать, он сближается. Да. И здесь тут же находится Лебланка. Еще один килл. Сет забирает Мальзахара. И четыре смерти у нас. Жив только пантеон. От которого толку, скажем, ну не очень много. При этом до барона остается 20 секунд. Очевидно, они могут забрать барона. И сейчас вообще они могут, наверное, даже закончить. Если уж на то пошло. Особо здесь не подефаешь базу. Ну, не стали они заканчивать. Хотя нас только двое было. Но крипов, опять же, нет. Но они могут брать барона. Да, пинкует Серафина. Говорит, пацаны, го барона. Три секунды осталось. Почему бы нет? Мы тоже, Мальзахар пинкует, говорит, барона. Life Infernal Drake минута 30. Вот какие действия нужно принимать в этой ситуации? Можем ли мы как-то контестить? Ну, вообще, по идее, да. По идее, можем. Я иду, кстати, опять же, сплитить ботлайн. Тоже на секундочку обратите внимание, насколько вот я сплитпушу, несмотря на то, что у меня тяжелая игра была, да. То есть, Йорли Гейм очень сложный. Просто посмотрите количество фарма. То есть, несмотря на то, что меня забобесили, я 10 раз умер. У меня 240 крипов за 28. Это огромный фарм. Я на 70 перефармливаю сета. И при этом я постоянно отвлекаю на себя внимание. Но я это делаю, у меня есть телепорт. Я могу себе позволить сейчас сплитпушить. Если бы у меня был Игнайт, естественно, я бы крутился около барона, а сплитпушил бы уже Мальзахар. И если мы посмотрим по золоту, тоже обратите внимание, у меня 11100 у... В свою очередь, вот сейчас тоже пауза, у Мальзахара 11027, у Киндры 11761. То есть, я сейчас по силе примерно как Киндра. То есть, у нас все примерно одного уровня, да. Хотя, казалось бы, у меня 310, а у Киндры 870. Именно на деле, типа, мы с ней даже не то, что на равненных. Я сильнее Киндрат, потому что у меня еще и левел плюс. У меня 15-й на 14-й. У команды противников, конечно, все гораздо лучше. 13-14, Люциан 11. Но вот я примерно на уровне с Люцианом сейчас нахожусь. То есть, в принципе, не так сильно просел. И это, конечно, прикольно, что фарм настолько силен. То есть, многие просто недооценивают фарм, они думают, да что там фарм, это фигня, да фарм, что вы фармите, это... Типа там, вот, надо киллы там делать, типа, нифига. Фарм это ваша экономика, фарм это основа. Киллы это бонус, киллы это всегда риск. Вы делаете килл, вы получаете баунти, вот, с вас потом шотнут, тысячу золота отдадите и будете сидеть нюхать. За фарм вы, по сути, нифига не даете. Там есть тоже какой-то баунти, но оно очень мало копится и медленно набирается. И при этом это ваша экономика, это ваше стабильное преимущество и это ваш левел, типа. А не вот это вот, рандом. То, что вы смогли убить, не смогли, полезли драться, фиданули, все, проиграли игру. Не фиданули, молодец, что-то там выиграли. То есть, все-таки здесь нужно киллы воспринимать как бонус, как ситуативную вещь. А фарм у вас должен быть хороший всегда. Поэтому, в первую очередь, учитесь фармить. И учитесь грамотно перемещаться по карте, чтобы не просто АФК стоять, а получать преимущество. У меня уже 260, уже плюс 80 скрипов. Начинаю подходить, хочу взять 16 левел. 16 пока что нету, красный дракон. Поздновато мы здесь подходим, кстати, и, к сожалению, мы здесь погибаем. Погибаем. Похоже, будет у нас, да, минус, минус 7. Делаю ультимейт. Серафина должна умирать. Да, Серафина здесь погибает от пантеона. У нас выживает Мальзахар. Ну и походу ГГ. Походу, к сожалению, игра будет проиграна. Сейчас они спушат. И все, да. Мальзахар на лоу хп пытается здесь переиграть Лебланку. Лебланка их хорошо подлавливает, но Лебланка выживает. У него прям лоу хп, буквально 10 хп. Но в это время команда пушит. Остается, во-первых, два красных дракона у них. Здесь остается Гекарим. Остается сет. Мальзахар подходит. А что он может сделать? Сможет ли он задефать? Ну, походу нет уже. Походу ГГ. Походу ГГ, пацаны. Сейчас спушат. Начинает бить базу. Джинн резается. Пытается добить. Пытается добить лоу хп. Лоу хп база. 200 хп. 200 хп база, ребята. И мы смогли отдефать эту базу. 200 хп дексус. Чуть-чуть не хватило. Буквально одной автоатаки не хватило. Гекарим стал разворачиваться. Мы смогли вдефать этот. Офигительный Нексус. Но это, конечно, жестко. На одну автоатаку осталось хп. И сейчас наша команда отправляется отпушивать мидлейн. Почему бы нет? При этом мы видим, что у нас здесь есть еще и барон. Я могу спокойно прийти на барона. У меня, во-первых, 16 левел. Во-вторых, у меня кровопийца. Я могу сейчас танчить барона, вообще не теряя хп. Если вы обратите внимание, посмотрите, мне барон даже шилд не выбивает. Да, если мне барон даже шилд не может выбить. Здесь подходит Серафина, дается вэшка. Взлетает Лебланка. Подброс по Лебланке. Лебланка ультимейт. Минус Лебланка. Минус барон. Барона мы забираем. Происходит шатдаун. Пошел чейз. Ультимейт. Жена попадает по Серафине. Серафина прохорошена. Люциан здесь далеко. Люциан сейчас будет делать прыжок на шишки. На шишки улетает. И мы забираем этого барона. Здесь Гекарим пытается ворваться по киндре. Киндра лоу хп. Я пытаюсь сыграть по Гекариму. Меня очень тяжело убить. У меня крайне много хп. Здесь тут же прилетает Морзахар. Выхиливаюсь быстренько на крипах. Регению свой щит. Летит Ветерок. Ветерок пока никуда не подпадает. Пантеон стоит в форнтлайне. И мы можем начинать пушить. Перехватываем потихонечку инициативу. И неужели у нас получится победить с этим временем? Сет Ритти дает телепорт сюда. И хочет прибежать. Походу снести базу. Здесь, кстати, стоит вардец против сета. Вижу, вижу, по вардам бежит сет. Даю сразу телепорт на вышку, чтобы задефать. Заблокировать. Можно, конечно, на вард сюда. Залетаю сбоку. Ага, вот он здесь. Сет в итоге вынужден убегать. Мы сейчас попробуем его забрать. Тем временем здесь тоже файт происходит. Гекарим пошел в инициацию. Погибает Гекарим. Погибает Серафина. Пытаются чистить Люциана. Здесь Пантеон бежит дальше за сетом. Сету не дают бэкнуться. Я бафаю пак крипов, чтобы пак крипов как можно скорее дошел. Чтобы у нас было больше крипов. Чтобы мы могли здесь дальше спушивать. Потому что под бароном они ускоряются. Люциана лох. И по Люциану очень тяжело. Лебланка здесь рядышком находится. Здесь это клон находился. Лебланк хотел с фланга зайти флангануть. И мы сейчас пытаемся. Люциана дает ультимейт. Ну естественно фиг ты ей что спушишь. Потому что крипы под бароном очень живучие. И мы сейчас будем пытаться что-то здесь интересное придумать. Падает вышка. Падает у нас ингибитор. В это время также падает вышка на топе. Падает ингибитор. И сейчас что же будет? Что же будет? Сможем ли мы сейчас закончить? Падает еще одна вышка. Резается. Гикарин практически 4 секунды. Сет слишком рано идет в агрессию. Сет на лох. ХП. Сет скорее всего сейчас погибнет. Меня отбрасывает. Я начинаю драться с Люцианом. Люциан здесь пытается раскачивать. Стаку ветерок. ХП там. База уже голая. По мне играет еще здесь сет. Ультимейт. Попадаю по Люциану. Минус Люциан. Сет сыграет меня. Я на лох. ХП погибаю. В это время здесь Пантеон тоже погибает. Бальзахар на лох. ХП. Джин тоже лох. Джин сейчас отлетит от сета. Отлетает сет. Бежит за Бальзахара. Бальзахар на лох. ХП. Хорош. Заканчивается в тоатаге. Вот это камбэчина. Вот это камбэчина. Вот это историческая катка. И очень интересная. Эпичная. Вот такие вот игры. Я думаю. Бывало у вас происходили. И если было. Обязательно. Пишите в комментарии. Кто тоже камбэкал. В той ситуации. Когда у вас Некс оставалась одна атака. Но это и вправду очень интересная. Эпичная игра. И особенно самое главное. Показательное. О том что жадность. В ранке дегубительная. Поэтому не жадничайте. Играйте тактически. И хорошо. И не сдавайтесь. Если у вас есть шансы на победу. Вот такие вот дела. Ну а на сегодня все. Приятного вам надеюсь. Просмотра было. Теперь вам приятного времяпровождения. Всего хорошего. Отличного настроения. Счастья. Радости. Удачи. Увидимся на следующих видео. Всем всего хорошего. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова